дорогие друзья рад всех приветствовать на канале фейген лайк сегодня среда 26 октября время 22 часа одна минута и мы проводим очередной стрим день 245 с алексеем арестовичем алексей рад тебя видеть добрый вечер но нас уже почти 110 тысяч человек смотрит больше 20 тысяч поставили лайки как обычно я прошу всех зрителей не скупиться сделать такое одолжение пожалуйста ссылки на этот эфир размещать своих аккаунтов социальных сетях и группах обязательно ставьте лайки это сильно помогает распространение наших эфиров но и разумеется подписывайтесь на канал фейген life и на канал алексея арестовича в описании к этому видео по его имени вы можете пройти и подписаться там ну что же тогда новостей как раз много и таких сущностных новостей я бы сказал да 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 начнем все таки с обстановки на фронте потому что странные вещи происходят которые то ли мы чуть не понимаем но это я позже скажу ты нам скажи она меняется эта ситуация на фронте нет уже на меняется меняется не в одних местах приятную для нас сторону других неприятно так ну хорошо рассказываю вот мы сейчас приятную как говорят злые языки и штаб не говорит я не говорю но злые языки а что приятно меняется на сватовском направлении так при неприятно для них и приятно для тех кому они противостоят кому кто то что касается там теперь переносимся на херсонская там меняется в неприятно что у кого 6 6 батальонных технических групп переброшена туда дополнительно всего их там уже 30 или за 30 и это огромная военная сила которую смогут просто так будет очень очень тяжело чем там боеспособно непростая история а извини алексей у тебя микрофон за куртку цепляется я буду держать это непростая история поэтому как они уже идут выступление что он принесет контратаке другой стороны да они готовят контратаке на керсонском направлении с другой стороны наши даже там начертания боевых порядков соответствующих выстроить это здорово стран там приятно тоже наша артиллерия как бы рад такое количество войск по которому так сложно промахнуться не пропускает не пропускает это я не завидел ты видел линию позавчера там как адыровцы засветили в тикток засветили да это даже вы прилетела потому что он после этого разразился тем что будет стирать города с лица земли его выступление был кадырова и соответственно не брать в плен вот надо брать как бы к за этот самый мудрость латынина латынина говорит всегда таких случаях что все 98 процента того что деговорят и делают кремлевские или около кремлевские это на внутреннюю аудиторию направлено и лишний раз подтверждает мудрость великого имперского министра шпеер который говорил что его поразило во вторую мировую войну насколько вольная независим мы жестко обращаются лидер демократических стран со своими народами вот и насколько зависимы тираны сталин и гитлер от своих народов от их мнения и так далее поэтому когда сталин сказал в тигранской казарицы меня не поймут наши мои избиратели но до некоторой степени не так уже гранично звучало тиран очень зависим от мнения народа и путин как и путин и около путинца сейчас это прекрасно понимают ну вот вот как то так а что под бахмутом происходит под бахмутом по некоторым данным не буду ручаться за это но скажу что слышал не могу ручаться за ценность около 8000 погибших с российской стороны только под бахмутом пластами накладывают это за за какой период тут за крайние полтора месяца это попытки атаковать там и так далее ну хорошо объяснили почему они так схватились за херсонское направление вот все вроде как прогнозируют что они там потеряют а херсон а вот исходя из твоих слов получается что для них сверх принципиально они там готовы положить еще больше чем 8 если вы проголосовали что донецкая запорожская херсонская луганская в составе россии то вы должны что-то с этим делать дальше про это логично как они снабжать это вот что они будут делать мосты пока пока снабжают мосты работают переправы там который на 1 1 разбираются на ночь устанавливаются которые прикрываются массировано по например с того же левого береги обеспечивается фильтрационными мероприятиями давится связь там и так далее и так далее прочее прочее что они как бы проявляют завидную волю и системные мероприятия которые позволяют им удерживать плацдарм а нам не хватает в это и в и в это тоже называется вооружение военной техники чтобы решить эту проблему потому что партнеры поставляют планово они под наши нужды непосредственно то есть это все результат эти 30 бтг это результат мобилизации и появление живой силы переброски войск дополнительно в том числе в том числе кадрова у них же здоровый такой кадровый костяк без дела стоял на запорожском направлении часть оттуда снабж и переброс часть тратировать что происходит на белорусском направлении с севера там как-то ситуации спасутся 7 белорусских батальонов которые пасутся там уже восьмой месяц и выполняют задачу прикрытия государственной границы белоруссии но российских войск там немного может тысяч на 9-10 их от силы заняты они в основном как бы там по пилам дров и расстановкой расстановкой палаток все эти мероприятия имеют определенные перспективу не очень нескорую превратиться в реальную военную розусси с белорусского направления но до этого еще очень далеко ну то есть признаков того что они могут рвануть течение месяца месяц месяц не успеет ну а чё там уже холода новый год чё как они зимой легче наступать воевать трудно только когда распутятся весенние и осенние зимой по замерзшему как раз легче наступать дальше если только все они заминированы мосты и не взорваны и тебе надо будет наступать и ложится прямо на лёд практически за все заминированные мосты взорваны неудобно в любом положении что плюс 40 минус 40 понимаешь тепло ты хоть на земле полежишь поболтаешься а если не умрешь обезболом подживание сутки пролежав где-нибудь на земле до при плюс 40 без воды поэтому тут посмотреть это только кажется что так легко на самом деле тепловые солнечные очень быстро теряется боеспособность быстрее чем зимой даже куда степень поэтому все сложно воевать сложно трудно процитирую как это позвольте процитировать еще раз клаузовиц военное дело простое вполне по ним доступно пониманию среднем умом и изучению даже в классе но воевать трудно при всей банальности вот смотри я почему сказал о том что военная обстановка она какая-то загадочная потому что такая новость как хочешь к ней относись иронически но подтверждается президент гвинеи бисау умару сесоку эмбала передал зеленскому послание от путина о том что тот готов к переговорам между россией и украиной он действительно это имбала была в москве он с ним действительно беседовал а уж я не знаю как он передал зеленску эту новость видел да да я даже видела тип президента погоди но вот сначала вы пор ответ позже это прикол почему он или он там эрдоган или этого но уже решил вот послать и м балу для того чтобы но все равно откажет прикольно как то будет гвинейский президент вот чего просто пользуется он пользуется любым случаем любой возможности атаку до предпередать может только президент президенту тоже протокол он тщательно соблюдается поэтому вот они ненавизна мы давно и хорошо знаем мы постоянно об этом говорим что они делают все чтобы вытащить нас на стол переговоров но даже не брали так хорошо есть у него есть часть и он может оборонять зачем это ему ну понимаешь они же могут оборонять тут прямо сейчас ближайший месяцок а ситуация когда у тебя 60 процентов артерийских снарядов четвертой пятой категории хранения тебе просто тупо запрещено ими стрелять а приходится и никакого пополнения не будет эта ситуация развивается сильно не туда они же видят перспективу они же видят что будет февралю например или они знают что прямо сейчас что-то происходит что их располагает к немедленному форсированию вопрос переговора не понимают без перспективность причем очень в коротких сроках без перспективность все эти концентрации войск эти попытки не отдать херсон контратаковать у сватого инокременной там взять бахмут это попытки обеспечить себе более лучшую переговорную позицию и склонить переговором все никаких других положенных целей у этого нет они поняли что они войну проиграли все понимают путин понимают все все его окружение все рамбло понимается сэндок вернее сэнд как безопасность запасы сезбол до получает этот самый и их задача с торговаться на приемлемых ценах чтобы продать то что они получат как победу в россии чтобы их не снесли вот и главное и не предложена задача для этого не готовы тратить сотни тысяч жизни мобилизованных и так далее тогда но у них часики тикают не в их пользу марк основа то есть и в чем не в их пользу нашим зрителям нет и просто понятно привожу как например снаряды кончаются выкинули 700 тысяч снарядов на нас на наши головы 100 тысяч взяли белоруссию они их достреляют и снарядов не будет производства нет если от того что есть она не удовлетворительными темпами который никак не за основой военной мощи российской группировки является артиллерии нет артиллерии они вообще ничего не смогут сделать они удержать даже территории не смогут и они это знают 60 процентов российских снарядов которым сейчас стреляют ими запрещено стрелять по нормам мирного времени и запыхиваясь работают заводские полевые мастерские даже приводить эти снаряды проверять приводить докручивать до какого-то состояния же можно выстрелить из пушки куда-то там как они летят и куда попадают это уже такой вот и все говорит 30 бтг это что у нас такое где-то 22 23000 30 бтг это означает что мы сейчас не возьмем херсон но перспективу защиты херсона в российской нет и они это прекрасно знаю поэтому хотел торговаться с нами же мы им оставили ха-ха-ха и не пришлось за него воевать или из него жпешки отступать так чё ответил президент зеленский я ус quit даже не слушал вот скажи ты он сказал что для того чтобы было чем переговариваться нужно решить корейшов переговариваться нужно две проблемы первое о чем переговариваться и второе с кем переговориться он сколì о чем как можно переговариваться если кто-то тебе кидает на голову уничтожать гражданскую инфраструктуру перед зимой да и вообще о чем вы хотите говорить я как можно вообще говорить с человеком который который знаю уничтожает тебе электричество или энергетику и при этом желает о чем-то договориться и вторую с кем с кем мы говорим он начал эту мысль не стал развивать но решение там боясь путина мне разговаривать решение президента вопрос закрыт вопрос закрыта есть имбала с нечем но она понимаешь это же дело престиж выступить посредником это очень престижно все звуку хочет быть так она да уже как бы вот уже дай добавил я думаю об одном и говорю дру добавил баллов очень сильно президент вене и беса несмотря на неуспешность миссии важно важно что тебе доверили это добавляет баллов вот и сказал он с любым будет об этом до президенту же нельзя просто так дать поручения тебя надо вводить в курс дела логику показывать преимущество ты здесь и не добираешь балл в этот момент ты больше знал ты больше понимаешь тебе доверят какие-то такие вещи которые другим не доверят нюансы появляются предложение ну то есть раз раз почему все так любят общаться потому что все наши шансы ходят на двух ногах и вопрос как бы в силой влияния человека зависит напрямую от того сказать каким количеством людей у него хорошие отношения никаких людей ну вот у него теперь как бы и плюс еще отношения дополнить много знают много понимаете больше знает больше понимает ну наш в африку приятного спроси так что-то на самом деле в голове у путина он уже ценный персонаж он может прошаренный тип а нас 360 добрал уже веса добра да да просто немножко тебя связь конечно немножко подтормаживать до 360 тысяч нас смотрят 90 тысяч поставил лайки спасибо друзья не забывайте нам надо чтобы вы много кому пересылали наши эфиры особенно те кто нас смотрят из россии особенно потенциально мобилизованы лучшего это все посмотрите чем не посмотрите это будет жутко видео мобилизованы с трупами одновременно российские да да это я видел до перемешку давно да это мы видели мы все следим смотрим вы понимали типовая история кто кто мобилизованы или члены семьи или как это или будут мобилизованы смотри президента зеленский вроде как сказал еще и вот у меня предыдущий был эфир часа два назад с пианковским гудковым и пианковский самом конце процитировал зеленского который сказал что наши отношения с израилем вышли на новый уровень ну и все такое мы понимаем это в контексте чего-то что происходит между киевом и тель-авивом таскать что-то известно об этом даже если было известно я бы не сказал да ну а почему по принципу не навреди я тебя понял но это может быть а мы ничего не говорим что-то поставили все не имена да такими темп все вчера еще ничего сегодня уже поставили так не работает что-то что-то интересное сказать могли чем-то интересом договориться вот говорят что в иране погибло два полковника непроверенные до конца которые отвечали за поставки в том числе украинских дронов на идут дронов российских для войны в украине там вы говорите поставить не я никак не вывожу это из из сообщения о том что как бы усилились контакты просто один факт и второй факт как бы два факта пока связи не вижу но твой прогноз какой-то на выборах там 1 ноября в израиле не а победивший партия о том какой изменится или останется прежняя линия израильского правительства на твой взгляд израильцами решат политик до выборов политик после выборов получивший власть или ушедшего позицию это очень два раза политик поэтому здравийский народ решит кто кого они хотят видеть сейчас качество руководителя когда они бизнес решат править не в этом вопрос а дальше будет диктоваться долгосрочными интересами израиля которые за резко эксперт на сообщество предоставит но это интересно сильно значительно степень сейчас выпадает вопрос как скоро и как полно осознает это израильское экспертное сообщество по моему она стоит слегка она стоит ну так может что изменится так ну давай дальше про грязную бомбу люблю эту тему грязно не обвиняют постоянно это не я первый сказал тема продолжает сегодня путин даже прокомментировал про эту грязную бомбу они прям продолжают упорствуют с этой грязной бомбой как мы с тобой любим шутить каменный цветок не получается это тоже пошло и было ну сейчас я еще люблю шутить пока так по католически дьявол обезьяна бога знаешь не у него нет сплеет грязная бомба завтра по моему заседание совета безопасности которые они инициировали по поводу биолаборатории в украине биогуси там что там еще запорожская каховская значит этот самый чернобыльская но нет у них креативные творческой силы только только косплеить и только сероборону они в херсоне везде или создают они ничего не они будут подражать либо нам либо американцы ничего сами породить не в состоянии поэтому и по да и уровень этого порождения как у той девицы в интернете в интернете который на тепловизор забирала потому что на наши мальчики это сам мерзнут российский видел не надо как-то и скорстница вообще какая-то поэтому ну так как вы понимаешь они что же все люди разные знаешь была знаменитая американская киноактриса не помню как ее зовут которая супер изобретатель она изобрета изобрела первое изобретение было это новые приемы и способы ради то ли радио электронной борьбы то ли радиолокации для того чтобы этот сам бороться с какими-то там немецкими или японскими целями морскими и воздушными я уже не помню она по изобретала такое количество того что половину ноутбука с которым мы пользуем там пользуются до сих пор чуть-чуть и не сидером изобрела ли что-то такое во вторую мировую войну или какие-то такие большие открытия совершила нам читатели подскажут на блок 3 очень красивой женщины со всеми положенными там атрибутами платье там до ногти кавалеры меха эти самые параллельного изобретала такое что нам коллективы мужиков озабоченных национальной безопасности не могли изобрести она все изобрела вот поэтому это само по себе ничего не значит знать человека зависит как ну могу тебя сказать пример у меня было театре девочка девочка которая такая вся в розовом ходила родители были в один владельцами сети салонов красоты вот она была как блондинка в законе натуральная белая собачка в розовом рубашечке значит она во всем розовом розовые туфли розовые такие ногти розовая шляпа ну так ну блин сумочка все розовая машина но такое вот натурально тянуло часто говорят тогда даже ко мне приходит лишь от него бы мне почитаю помочь почитать математическую модель безопасности физического объекта и что она говорит ну ты понимаешь у меня диплом на работая вот там до математические модели безопасности объектов на то пашки потом что-то говорят понимаешь на вопросах как как уничтожать я клеил на бороться не менее 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 мы много лет в театре кто кого клеит мы знали прекрасно и я говорю точно я не поверил оказалось у нас спецгруппе которые спецкурс который вот занимается математическими моделями безопасности разных сложных систем игры как туда попала к нам разговорились она говорит что вот хотела доказать математика всегда нравилось прорвалась на секундочку и было было отличницы лучше всех мальчиков которые там учились на на две головы поэтому совершенно реально за защитила диплом по этой теме диплом отлично ну то жизнь она полна сюрпризов но она в театре тем не менее было было саде пусть кто там только не был там военных было и спецслужбистов столько шоу в этом в этом театре шоу никуда деваться я я не один так ну да то тебя упрекают там ну ладно богу с ним значит скажи мне пожалуйста все-таки про грязную бомбу какую этого будет продолжение твой прогноз никакой сдохнет так как и сдохла тему сдохнет она не вот они они уже больших калибров лупили обзвонили всех их послали на как же путин высказался потому что мы как бы тяж послали на хера министр обороны шагу послали министр обороны франции всех ядерных держав великобритании соединенных штатов а ну надо уже заступиться было за подчиненных не теряли лицо нужен путин буркнул что-то там на этом все не смогла то есть таким образом ты считаешь что перспективы продолжение не будет я думаю что нет куда развивать прям давай мысленно представим себе продолжить ну как бы вот смотрите мы обнаружили лаборатория не там южмаш пытается притянуть а вот они вот у нас кадры вот у нас ну сляпать что-нибудь начали жмаш а южмаш только для южмаш для грязной бомбы ну а чё еще не банк украинцы знаешь как шутят у нас зелено слабого оскорбляя оскорбляет даже не это предположение то что бомба грязная только у украинцам украинцы все чисто и бомбом будет уже отмыли на звести тетя галя которая датму это всегда поэтому так ну хорошо ладно бог с ними с их бомбы грязной 23 минуты мы в эфире вот уже последнее сообщение что в украине национализирует альфа-банк кризма русских а русские и агеновский сообщил депутат верховный радарок салана пидлас в интервью украинскому изданию телеграф но опять мы возвращаемся к санциям сегодня вот американцы например завели под санкции до этого и лана шора из молдавии а тут певица жасмин попала по то ты не слышал да все жасмин ввели санкции против сша ввели санкции против певица жасмин мучительно пытаюсь представить что что натворила жасмин а была женой отмывал деньги на были оформлены потому что женщина обычно попадал попадают через через отмывал ну скорее не но там сложная история и я вот к чему когда конвертируется список который мы с тобой обсуждали в конкретной санкции какой то есть у этого марк это длинная история не сегодня не завтра и даже после после завтра ничего ничего такое это показывал все будет по всем процедурам подано на запад там будет проверено их спецслужбами потом обратятся к правительствам парламентом они начнут что-то нам реализовывать эта история на месяц это не как это не история ближайших передачах то есть ты не думаешь что у нас есть перспективы до конца года увидеть список тех же до конца кстати два не крупнейших нефтеперерабатывающих закона завода в индии по моему компания разорвали контакт контракт с российской федерации или не продлили я точно не по ним там разночтение есть потому что 6 декабря напоминаю включается блоки эмбарго они не хотят под второе сану вторичные санкции попадать европейская но вот вам уже звоночек одна из крупнейших потребителей нефти была индия как раз вот он действие вторичных санкций то есть божьи мельницы милят медленно но верно очень верно и вот вам вот вам как это следствие кстати это к вопросу херсона они видят отдаленные последствия и для экономики и для общества и для армии и так далее но пока надо попахтеть и через президента гвинея писал предложить предложить договориться но нет но нет проскочила следующее сообщение но я сначала подумал какой-то может по ходу фейк ну и вроде бы нет в нескольких местах написали что значит якобы российские российское командование пытается завербовать афганских подготовленных американцами значит спецназовцев я не знаю что за афганские спецназовцы я три раза в разных местах эту новость прочитал и нам даже задавали вопрос как его прокомментирует арестович но якобы какие-то афганские спецназовцы которых готовить но было афганская трудная армия там были силы специальных операций которые британцы готовили я много кто готовил давай а по оценке франц-пресс в афганистане соседних странах остались от 20 до 30 тысяч афганских добровольцев командос транспорт все таки его американцами было несколько сотен старших офицеров бывшие спецназ связывались предположить представить человека вагнера через ватсап и сигнал с предложением присоединиться коров войне против украины до 10000 бывших команд смогут согласиться на предложение россии ну понятно что тут флот какой-то возможно но тем не менее сама по себе такая история вообще реально за деньги нанять искать в рамках чего туда и зимой привести их сюда воевать европу очень перспективная история афганцев в европу зимой не но погоди они там в горах уходит там тоже знаешь мороза не надо там бару мороза то бывает но театр же совершенно другой это же специфика поэтому логика вся другая возможно кто-то и согласится не знаю это лишний раз показываю великая держава еще 10 лет назад там 30 лет назад подавлявший афганистан все свои военные мощь теперь обращаются теперь шабабов этих приехать сюда попросят чтобы чтобы приехали спасти на foreign policy пишет члены элитного корпуса команды с национальной армии афганистана которую готовила армия сша получает предложение воевать на стороне российской армии в украине квалифицированной пехоты нет идет скупка наемников ночью чем мы только не видели ну как бы понимаешь марк шум нашему пехотинцу широкий техе марс все равно в кого летит элитный или как какую год но формула бойца значит еще складывается да еще снова бойца это дух навыки и физика дух превышает технику и физику во много раз поэтому тут же проблема не том что они элитные тренированные проблема в том кого какая мотивация есть понятно чуть через среди украинских бойцов людей нежелающие воевают там да или там не особо мотивированы или сильно перепуганы получившую психологическую травму надломленную там мы видали эти эти видео связи с отказниками до которые записывались там и прочее а есть там например и среди россиян мотивированные люди профессионалы которые там четко действует но тут же вопрос какой давно найти 200 человек всегда можно на армию мотивированных как бы на таки но в целом же система понимаешь так вот наша система если брать вооруженные силы и силы обороны в целом нас гвардию пограничников нас полицию часто кстати есть такая штука что перегибают за соуза засула воюет же не только засула поют все силы обороны державное министерство транспорта служба спецсвязи все все спецслужбы служба внешней разведки все все мвд воюет там значит все воюют нацгвардии так далее так далее всем честь и хвала и низкий поклон где бы они ни были даже если он стоит на посту на западной украине на западе украины и пограничник он во-первых они ратируются то на восток то на запад во вторых они служба везде почетная важно и связи с которой ни разу в жизни не увидел противника но четко держал связь всю войну он сделал огромный вклад который может покруче пехотинцы которые там по вспышкам пострелял где-то не и так далее тогда и по нему постреля тут как бы не не времени местомериться все все большие молодцы а врачи и все остальные так вот все силы обороны наши намного мотивирования чем любой по мотивации наемник который приехал сюда воевать потому что мы бьемся за выживание за дома наш солдат понимаешь если он проиграет то у него за спиной жена и дети его дети а и афганские баджихеды за что за что украины будут воевать поэтому локальные успехи вот их там тысячу они возьмут какое-нибудь село после чего поэтому силу отработают и марса на этом все закончится все большая война так до 428 тысяч нас смотрят больше ста двадцати тысяч поставили лайки благодарю всех кто это делает не забывайте что нам важно чтобы эти ссылки вы распространены максимально широко и конечно подписывайся на канал фигинлайф мы перешагнули барьер в 1 миллион девятьсот двадцать тысяч подписчиков поэтому двигаемся к двум миллионам не поскупитесь те 37 процентов который продолжает нас смотреть без подписки ну найдите возможно подписаться на канал фигинлайф и конечно же на канал алексея арестовича в описании к этому видео по ссылке проходите и подписывайтесь там вопрос вот еще какой я просто специально смотрю новости тут нас везде цитирует вчерашнюю беседу с ходжесом вот смотри есть контекста ноябрьской встречи двадцатки которая должна пройти на бали естественно уже не раз эту тему обсуждали никаких изменений похоже потому что если зеленский говорит с кем разговаривать и о чем то на западе ты слышал что и письмо это какой-то голос левой 30 конгрессменов что она старая какой-то обамской части позвали сказали нас неправильно поняли да и тогда ну несмотря на это макрон там призывал байдена там мы помним суету илона маска мы видели и папу римского значит который все время что-то предлагает пока безуспешно ты полагаешь эта история умерла окончательно то есть никто никуда не поедет и путин точно и переговоров с байденом не будет через голову украины давай это обсудим как-то журко через голову украины вообще переговоры но переговоры-то об украине я вам скажу страшная вещь вообще вообще верить политикам можно значительно чаще чем принято считать в обществе что недалекие люди которые там занимаются конспирологии как выражением своей тревожности они сублимация тревожности точнее они говорят ну политики всегда врут верить нельзя и так далее поверьте политики в основном говорят правду особенно публичных заявлений если путин говорит что я хочу вас уничтожить и динсифицировать как вы видите он сказал почистую правду вообще-то ну да попытался то же самое они говорят когда говорят что поеду не поеду на саммит и так далее там заявляют так вот западные политики коллективный запад заявил четко контуры победы в украине определит украина а наше дело помогать как сказал вчера шольц что ли шольц если что будем десятилетиями помогать на готов десятилетиями это не смысле продолжительности войны смысле послевоенного восстановления и так далее то что вообще грандиозную личную эволюцию совершает я наблюдаю за ним и хочется снять шляпу потрясающий конечно что только не видишь да вот какие только перевороты с людьми не происходит вспоминать как он начинал как он был предвыборный да ну вот это ж как 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 какой был имидж у шольца что молились на меркель и жалели что она ушла теперь вы все на свои места стал так вот к чему я хотел сказать что четко сказали более того я так получается иногда во всяких там натовских форумах принимаю участие там значит там всякое такое надо говорю со всякими разными людьми и там выходит такое и на западе четко рассматривается пакет из четырех четырех условий победы украины они прямо его доктринально как элемент планирования уже используют эти четыре условия очень просты и в открытой прессе были могу повторить еще раз первое полное освобождение территории по состоянию 24 августа 91 он 2 выдача военных преступников 3 репарация и нет путин 4 это запад дискутирует из выходит из своего планирования исходя из этих четырех четырех требований украины 4 4 контуров победа вот поэтому как бы все все определено все очень просто ну да это такая тематичная не подписано это то как мы сформулировали победу и они подписали что-нибудь честно помогать именно этого достичь без всяких вопросов они они на это и работают у них все 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 четко ну а значит вот последняя новость идет территория новости это сообщил время новости киевский режим уже нарты лично я убежден уже завершил техническую подготовку провокации с грязной бомбой как сообщил источник риа новость специалисты украинского предприятия ужмаш подготовили муляж ракеты комплекса эскандер сделан на основе снаряда комплекса . его планируют начинать начините радиоактивным материалом а затем якобы сбить над зоной отчуждения чернобыльской аэс после чего обвинить россию с запуске ядерного сояда чтобы убедить запад причастности москвы киев намерен покажут фрагменты макеты элементы электроники якобы эскандера у меня есть ответ марка на это хочешь давай поставлю сейчас давай службе обожаю твои эти аудио давай сейчас порадуй нас вот таков даже будет ответ на эти инсинуации боятся гаврики боятся что их обвинят в использовании ядерного оружия в украине и а далее как бы война резко меняет свой ход и направлен направлении но извини они они же помалкивали поначалу просто рассказывать сейчас уже прикрепили южмаш чернобыль радиоактивное вещество . кубики ковы как российское руководство решают археопическую задачу как из 4 кубиков на которых буквы же а п я сложить слово счастье и никак не получается понимаешь ну вот как то так ну в общем как бы по моему действительно близко к финалу тему потому что на мой ночи но вот тич дичь даже на идейном уровне на вот это же они прислали собираются люди конструируют это все да и тогда люди которые считали себя самыми люди которые считали нас вина пасами люди которые считали что запад безвольны что они все там победят своих валдайских клубах что там кто там там обучены у медиатологов то специальные специалисты как это все порешают и прочее прочее там той тайны эти пелевин все придумает вместе с сурковым дата и тайных лабораторий игру они назначат все там то рефлексивное управление нам устроен ну и что мы видим на излете уровень блин на это уровень но я не знаю ты давайте скажем деликатно полная идейная исчерпанность скажем креативно дальше никуда ну потому что нельзя служить сатане у сатаны очень плохо с креативом он может выдавать одно за другое а своего сочинить он лишён этой способности вот поэтому ну да ну да ну что же значит конечно не все новости но в принципе последнее о чем я хотел с вами поговорить ты видел это расследование инсайдера который обнаружил секретное армейское подразделение в министерстве обороны российской федерации определяющих полетные задания для высокоточных ракеты идентифицировать 30 и идентифицировал 30 военных инженеров большинство из которых молодые мужчины и женщины с оттебы граунным ну и патеризации звонков в сопоставлении с обстрелом притчаст к планирую ракетных атак ну и так далее так далее там была фотография ты видел в инсайдере да то есть это люди с именем фамилии фамилии значит должность и званием и так далее вот они отвечают за то чтобы бомбить вот эти критическую инфраструктуру убивать у мальчика богдана значит родители это какая их ждет перспектива ну во-первых давайте так она страшно секретное подразделение видите кто там это называется объектовики и они есть везде в каждой разведке если и специализирующиеся на объектах они за них следят годами знают лучше чем собственный карман где какую новую урну поставили кто покрасил и так далее то вот они и назначаются то есть этот люди чай этих объектовиков гораздо больше чем те которых показали на снимке гораздо тем не менее их суть но вот эти конкретные да они определены ну так как мы государство правовой мы попросим выдать военных преступников а вот когда все это запросим и потребу а если если не выдадут то жизнь полна сюрпризов землю для круглая носит форму чемодана и на углу обычно она догоняется на армейская мудрость первое знаешь земля круглая наносит форму чемодана на углу обязательно встретимся вот они вдруг смотрят наши фирм надо напрячивать здесь очень пошлый аэкдот я расскажу в динамеры а ты опусти пошлые места мы догадались невозможно там так это настолько все плохо что пошло и место до обожаемым после анекдоты ну что 40 минут мы в эфире я думаю что действительно надо сделать перерыв на сегодня мы обычно держишь и реглан 40 а я напоминаю что у нас продолжается благотворит проект фигин арестович мы занимаемся судьбой богдана там нас данные какие-то приходят но пока не очень понятно там тетя найти действительно же у мальчика никого не осталось многие пишут письма хотели бы тоже помочь но сегодня вот на эту минуту я не смогу и алексей ответить вам куда какие-то средства направлять еще займет какой пару дней сюда потому что но маленький мальчик и у него сейчас не карт не не банковских ничего тут нужно все проверить я сразу ответственно заявляю что конечно иногда случае будет тяжелые и нужно десять раз переправить чья карта и родственники могут между собой ссориться мы не говорим что это в этом случае так но бывает очень часто по это бывает а здесь нужно понять кто действительно родник и и насколько он ответственный то есть это все вещи важные поэтому потерпите мы как и обещали мальчику этому богдану мы обязательно конечно поможем и попробуем как-то что-нибудь повлиять на его судьбу ну что же алексей спасибо тебе огромное завтра у нас перерыв я правильно понимаю да завтра после за алексей не получается но в пятницу и субботу как обычно насколько я пятницу до пятницы ты уже дома на счет субботы на счет субботы не уверен на счет субботы но в случае все неделю ездишь но война есть война что называется дела из дела давай тогда значит завтра у нас будет другие гости ну а в пятницу конечно как обычно приходите на эфир с алексеем арестовичем 22 00 обязательно да уже четверг уже никогда не помню ни день на деле я сам путаю да пожалуйста подписывайтесь на канал алексей арестович обязательно в описании к этому видео ну и ставьте лайки и распространяйте ссылки на эфир всем пока